Приветствую вас. Первое, о чем я хотел бы сказать, это то, что ответ моего коллеги Кудрячева Игоря Леонидовича является, на мой взгляд, наиболее полным и правильным. Это, значит, первое. Второе. Давайте вот пройдемся по ответам на ваши вопросы, которые вы задаете. Значит, внешность не главная. Внешность не главная. Согласен. Так. Сексуальное влечение и правда не так важно для совместной жизни. Не важно, если вы готовы принять возможные измены, если вы готовы принять вероятную измену. Вот. И так далее. То есть, в этом смысле, в этом случае, можно сказать о том, что... Как бы, влечение это не главное. Да. В этом случае, можно сказать. В остальном, ну, во всех остальных случаях, я бы сказал, что... Сексуальное влечение очень важный момент. Вот. Значит, дальше идем. Так. Терпеть и надеяться на чудо. Я бы сказал так, что чудес в жизни не бывает. Человек сам... Себе может создать это... Это самое чудо. Вот. Поэтому, надеяться на то, что будет чудо, я бы не рекомендовал. То есть, если вы... Сейчас не испытываете к нему никакого... Влечения, то вряд ли будете испытывать в дальнейшем. Вот. А мужчина, в свою очередь, он... Соответственно... Будет... Значит... Ожидать того, что... Вы дадите ему тот, что он хочет, да, тот секс. И когда этого не будет происходить или... Будет происходить... Не в той форме, в какой... Хочет он. Вот. То, соответственно, могут начаться определенные проблемы. Вот. Потому что, ну... Будет заметно, что вы его не хотите. Если... Вот. 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 Поэтому... Эээ... Ситуация здесь, она именно вот... Такая. Такого рода. Эээ... Значит... Дальше. Смотрите. Эээ... Эээ... Что вы... Эээ... Пишите... Ээээ... Ответы, я потеряю его, и потом буду локти кусать. Эээ... А здесь мне кажется... Эээ... Эээ... Что... Эээ... Значит... Вы воспринимаете мужчину, скорее, как... Средство. То есть... Эээээ... Как источник реализации своих... Ээээ... Эээ... Желаний. А это не совсем правильно. То есть... Что значит... Эээ... Если вы чувствуете, что у вас нет к нему влечения, значит, это не совсем ваш человек, по крайней мере, с учетом того уровня вашего развития, с учетом того уровня вашего состояния, которое у вас есть сейчас. Вот. Понимаете? И говорить здесь о том, что этого человека вы можете упустить только потому, что он идеален во всем. Ага. Ну, это означает такое потребительское отношение, отношение, если угодно, по расчету. И, опять же, в этом нет ничего плохого, если только вы сами себе в этом отдаете отсчет. То есть, если вы как бы говорите, что да, у меня отношение по расчету, да, я и хочу, и хочу такие отношения по расчету. А меня все устраивает, и все, мы просто с ним договоримся. Как бы. Вот. Если так, то проблем вообще никаких нет. Но, если вам нужны отношения все-таки более искренние, да, то в таком случае человек этот явно не для вас. Вот. Несмотря на то, что он такой вот идеальный, вот, и так далее, к сожалению. Вот. Это если отвечать вам чисто на ваши вопросы, потому что, ну, да, есть у вас определенные проблемы. Например, почему 30 лет у вас не богатый опыт общения с парнями. По какой причине вы не воспринимаете недостатки мужчин, да? То есть, получается, что если вы не воспринимаете недостатки мужчин, то в таком случае, может быть, вы не принимаете и свои недостатки, которые есть у вас. То есть, вы не принимаете, не принимая до конца себя, не способны принять и другого человека. А значит, соответственно, вам для начала нужно принять полностью себя. Второе, вы ждете принца, ну, то есть, это некая детская такая идеализация, вот, ибо принцев не бывает, как и не бывает идеальных людей, да? То есть, вот, даже вот ваш мужчина, который, который с вами, ну, вот сейчас, да, даже он, он тоже не идеален. И вопрос заключается в том, что вы не готовы принять неидеальность, возможно, именно поэтому у вас нет к нему влечения, потому что нет ощущения, что это именно, ну, именно человек. Ведь идеальный принц это что-то недостижимое, идеальный принц это что-то невероятно далекое, и идеальный принц это совершенно точно не вы, потому что вы в глубине души считаете, что недостойны, недостойны принца. Я более чем уверен, что ситуация именно такая, вот, и именно потому что вы считаете себя недостойной, вы так вот и реагируете на него. именно поэтому вы не испытываете к нему влечения, потому что, по вашему мнению, он для вас слишком хорош. вот. Ну, конечно, здесь есть в некоторой степени определенная доля предположений, да, но тем не менее, тем не менее, помимо того, что уже сказал мой коллега. да, вот, ну, чтобы не повторяться, да, чтобы как-то вот, ну, снова и снова не повторять, да, одно и то же. Вот. А хотелось бы говорить что-то, но другое, да и вам тоже, одно и то же, в принципе, не так уж приятно будет, я думаю. Вот. Вот. Поэтому здесь, здесь я рекомендую вам обратить внимание именно на этот аспект ситуации, да, то есть, на аспект ситуации, связанный именно вот с тем, как вы воспринимаете молодого человека и по какой причине вы выискиваете недостатки у других людей, то есть, как это субъективно у вас обусловлено, вот, и как вы относитесь к себе. Ну, то есть, насколько хорошо вы относитесь к себе, насколько вы принимаете себя, насколько вы цените себя, любите себя же и так далее. Вот. Эти все моменты вам необходимо разобрать, потому что, ну, совершенно очевидно, что, если вы, например, боитесь чего-то, да, если вы, например, опасаетесь чего-то, то, соответственно, построить отношения вы не сможете. По крайней мере, отношения хорошие, здоровые, отношения независимые, да, то есть, ну, отношения, в которых не будет зависимости, вы таких отношений не построите. Вот. Вот. Если не будете вот работать в этом направлении, в том, о котором я говорю. Вот. вот так. Поэтому определитесь всем, какие именно отношения вы хотите, какие именно отношения вы хотите выстраивать, и, соответственно, дальше, значит, проанализируйте свои средства для достижения этих целей. Есть они у вас или нет их у вас. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Еще раз обращаю ваше внимание на то, чтобы обратить, отнестись серьезно к ответу Кудрячева и Игоря Леонидовича, который очень точно все заметил. Вот. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. И до 성공иста зрения. Обращаюсь.